Премьер-министр Армении Никол Пашинян лично был в курсе текста указа об упразднении и окончательной ликвидации непризнанной НКР и лично призвал бывшего де-факто президента Шахраманяна сделать все, чтобы прекратить военную эскалацию, согласившись со всеми требованиями Азербайджана. Во всяком случае, такую информацию распространило армянское издание Грапарак. Когда Азербайджан передал армянским жителям Карабаха свои требования, Шахраманян провел единственный телефонный разговор с Пашиняном, который призвал его немедленно выполнить все условия Азербайджана, не допустить того, чтобы война перешла на территорию Армении. Сложно наверняка утверждать, насколько правдива данная информация, однако, если это правда, то, конечно же, Пашинян поступил абсолютно верно. В ситуации, когда Азербайджан де-факто и де-юре имеет полный контроль над территорией Карабаха, главное, что должен был сделать премьер-министр Армении, это избежать потенциальной эскалации, при которой случилась бы очередная война между Арменией и Азербайджаном. Эта война не завершилась бы победой Армении, потому что Азербайджан больше, азербайджанская армия сильнее, она укреплялась в течение 30 лет и готовилась к возвращению своих территорий. 2020 год показал, что ничем, кроме катастрофы, война с Азербайджаном для Армении не обернулась. И это при том, что боевые действия шли на территории Азербайджана, а не на территории государства Армения. Если бы в 2023 году две страны снова начали воевать, то были бы потери с обеих сторон, однако все бы снова завершилось победой Азербайджана. И за что тогда погибли бы люди? Ради чего была бы такая война? Положить своих людей в заведомо проигрышной войне, воюя за территорию, которая даже не принадлежит Армении юридически? Это абсолютно деструктивный подход, и слава богу, что премьер-министру Армении хватает здравого рассудка на то, чтобы не отправлять своих людей на бессмысленную бойню. Конечно, часть оппозиции будет преподносить данную новость так, что Никол Пашинян предатель, который якобы продал так называемый Арцах Азербайджану. Однако в реальности, пойдя на условия победившей стороны, Пашинян спас множество жизней, причем с обеих сторон, ибо таким образом он избежал еще одной войны. Вот только для того, чтобы понять, насколько важным является мирное урегулирование и какое большое значение имеет умение руководителя страны не допустить боевых действий, людям понадобится время. На Пашиняна выпала своего рода историческая роль, причем сам он вряд ли хотел, чтобы это было так, но он оказался в той ситуации, в которой оказался. Сейчас его будут клеймить предателем и ненавидеть. Однако у меня нет сомнений в том, что в будущем, когда эмоции поутихнут, когда Армения и Азербайджан смогут прийти к нормальным, спокойным отношениям, и для людей станет нормой то, что между ними уже нет вражды из-за территориальных споров, Пашиняна еще вспомнят добрым словом и дадут соответствующую оценку тому, что он вел себя прагматично, спокойно отказался от политического популизма, который, кстати, присутствовал в его риторике до Второй Карабахской войны, и, несмотря на все сложности, сумел положить конец 30-летней вражде. В данный момент все больше и больше предпосылок к тому, что отношения между Арменией и Азербайджаном будут урегулированы. Сам факт того, что и премьер Армении, и премьер Азербайджана приехали на проходящий в Тбилиси форум «Шелковый путь», тоже является позитивным сигналом. И как раз в Тбилиси Пашинян объявил, что надеется подписать мирный договор в ближайшие месяцы. Заявил о важности взаимного признания территориальной целостности друг друга, а также презентовал проект «Перекресток мира» по налаживанию региональных коммуникаций. We're currently working on the draft agreement with Azerbaijan on peace and the normalization of relationships. And I hope this process will successfully conclude in the coming months. Armenia and Azerbaijan reciprocally recognize each other's territorial integrity with the understanding that Армения's territory is 29,800 square kilometers and Azerbaijan's territory is 86,600. The other principle is that Armenia and Azerbaijan agree to carry out the limitation of the borders on the basis of the 1991 Almaty declaration. В общем, Карабахский вопрос закрыт, и дальше будет следовать постепенная попытка нормализации армяно-азербайджанских отношений. Конечно, в обеих странах есть люди, которые скептически настроены к данной инициативе. Однако ни один конфликт в мире не может длиться вечно. Кстати, Грузия является, возможно, наилучшей площадкой для контактов между представителями Армении и Азербайджана. Года четыре назад, когда я говорил о том, что хочу видеть регион, в котором три страны, то есть Грузия, Армения и Азербайджан, нормально сосуществуют друг с другом, звучал как что-то далекое от реальности. А сейчас все больше и больше факторов говорят о том, что очень скоро мы застанем мирный Южный Кавказ. Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что после смены власти нужно в принудительном порядке выкупить у граждан РФ ту недвижимость, которую они приобрели в Грузии, после чего эти квартиры и участки должны быть куплены грузинами, проживающими за пределами страны. Ментальная коррекция большинства россиян невозможна. Эти люди являются источником повышенной опасности для Грузии. Я хочу им сказать, как только сменится правительство, россиянам должен быть дан год на продажу своих квартир. Эти квартиры с помощью государства должны быть куплены грузинами, проживающими за рубежом. Для этого нужна госпрограмма. Мы должны создать программу возвращения грузин. У россиян нет долгосрочного будущего в Грузии. Конечно, это заявление Саакашвили вызовет радостные вопли его сторонников. В принципе, любые слова Миши будут восприняты его ярыми фанатами, как единственно верные, вне зависимости от того, что он будет говорить. Вот правда, тот же самый Саакашвили, еще будучи президентом, прикладывал немало усилий для того, чтобы завлекать российских туристов и российский бизнес в Грузию, аргументируя это целесообразностью. Тот же самый Саакашвили в 2012 году рассказывал грузинским студентам о том, что безвизовый режим с Россией – это хорошо и правильно. Тот же самый Саакашвили, который пригласил в Грузию таких людей, как Каха Бендукидзе, в дальнейшем ставшего автором большинства реформ, направленных на либерализацию грузинской экономики, и Григола Вашадзе, баллотировавшегося на пост президента Грузии в 2018 году и являвшегося лидером партии нацдвижения в тот период. И это несмотря на то, что оба этих человека долгий промежуток времени жили в России и имели российские паспорта. Бендукидзе был богатым российским бизнесменом, Вашадзе и вовсе работал в МИД СССР. Но ни один из этих факторов не помешал Михаилу Саакашвили пригласить этих людей обратно в Грузию, дать им паспорта и предложить высокие государственные посты. Да что уж там, дочь Кахи Бендукидзе, родившаяся в России, вообще долгое время не знала о том, кто ее биологический отец. Понятия не имела, что имеет грузинское происхождение и уже в осознанном возрасте, узнав об этом всем, переехала в Грузию. Сейчас она, по-моему, занимается университетами своего покойного отца. Может быть, у нее тоже надо забрать недвижимость? Все-таки долгое время она была россиянкой и понятия не имела о том, что имеет какое-то отношение к Грузии. На самом деле, все те шаги, которые принимал Саакашвили, были абсолютно нормальными и адекватными. Совершенно неважно, где жил Каха Бендукидзе, если, получив предложение заниматься реформами в Грузии, он согласился, переехал в Грузию и проделал колоссальную работу по либерализации и дебюрократизации грузинской экономики. Так же, как и то, что Михаил Саакашвили считал, что, несмотря на конфликты между странами, для Грузии выгодно получать финансовые потоки за счет туристов и бизнесменов из России. Это нормально. Не нормально то, что сейчас тот же самый человек переобувается в воздухе и начинает озвучивать популистские националистические лозунги, направленные на то, чтобы получить поддержку со стороны не самых грамотных представителей электората, которым просто нравится слушать подобную ересь. Хотя человек, получавший образование в престижных европейских и американских учебных заведениях, в том числе изучавший право, должен прекрасно понимать, что инициатива о лишении людей недвижимости по национальному признаку или признаку гражданства это достаточно сомнительная идея с юридической точки зрения. И это еще не затрагивает тему того, что подобная инициатива мало чего общего имеет с демократическими принципами и отдает сегрегации и авторитаризмам. Я бы, конечно, был рад, если бы всех любителей Путина отправили из Грузии в Россию. И чтобы их тут в принципе не было, потому что мне эти люди омерзительны. Но, во-первых, большинство людей, которые уехали из России и до сих пор туда не вернулись, в массе своей, скорее всего, не питают любви к Путину. Во-вторых, было бы глупо отрицать, что среди грузин тоже хватает своей ваты, которая поддерживает войну, любит Путина и так далее. Пообщайтесь с водителями Яндекс.Такси в Тбилиси и убедитесь в том, что грузинская вата существует. Хотите избавиться от путинистов в Грузии? Идите до конца. Избавляйтесь от путинистов, вне зависимости от их этноса, паспорта и так далее. Если у всех таких людей отнимут квартиры и выселят их в РФ, мне их жалко не будет. Но я понимаю, что этим никто заниматься не станет, и данные заявления Саакашвили не более чем дешевый популизм, рассчитанный на не самую думающую часть электората. Да и в принципе, даже сейчас россиян спокойно пускают в Европу, дают визы, принимают на работу, они могут покупать там недвижимость и не сталкиваются ни с какими проблемами. Единственный, кто решил прям закрыть въезд для людей с Роспаспортом, это Балты. Не важно при этом, что муж премьеры Эстонии торговал с Роскомпаниями, как и то, что компоненты для российского вооружения легализуют логистические компании в этих самых суперидейных странах Балтии, и оттуда же санкционка расплывается по всему миру, дабы потом прийти в Россию. Это нормально, это можно, это другое. Уже все понятно. Видимо, Миша решил, что надо переплюнуть Балтов, но для такого нужно окончательно сойти с ума, а с ним этого пока что все-таки еще не произошло. Вообще вся ситуация вокруг Михаила Саакашвили это грустный пример того, как человек, некогда являвшийся одним из самых крутых мировых реформаторов, превратился в блеклую пародию на самого себя. И это все началось после 2012 года, когда он, вопреки собственным ожиданиям, потерпел поражение на выборах, и вместо того, чтобы взять на несколько лет полноценный перерыв от политики, преподавать и читать лекции в западных вузах, он решил стать украинским политиком. В Украине особо ничего не получилось, если сравнить с успехами в Грузии, и он совершил главную ошибку в своей жизни – вернулся в Грузию. Однако никаких массовых протестов, и уж тем более революции и смены власти, не случилось. Его посадили, уже два года человек сидит, а Грузия живет той же жизнью, что и до его возвращения. Обществу в массе своей все равно. Именно поэтому никаких обширных митингов в его поддержку уже давно не проходит. Увы, сейчас Саакашвили уже сложно воспринимать всерьез. Когда человек, не понимая или не желая понимать, что его время прошло, что во власти его люди уже не ждут, что рейтинг у него невысок, берет и возвращается в страну, несмотря на то, что западные представители говорили ему «не надо, тебя посадят, и мы тебя вытащить не сможем». Это уже говорит об оторванности от реальности. Да, безусловно, за два президентских срока он сделал очень много, провел множество реформ, и этого нельзя отрицать. Однако, он совершил ряд ошибок, по причине которых многие люди уже не хотели видеть его дальше во власти. Именно по этой причине он проиграл выборы в 2012 году, и именно по этой причине за 10 лет его партия так и не смогла победить. Ошибки, конечно же, были. Были и попытки давления на свободу слова, и государственный рэкет против предпринимателей, и нарушение прав человека. Но если сказать о том, что Саакашвили не святой, и за ним есть грехи, то ярые мишисты заклеймят себя путинистом, пророссийским и так далее. Ну, в общем-то, как и должны себя вести настоящие демократы, отстаивающие свободу слова и личности. Клеймить людей, которые в чем-то с ними не согласны. Я уверен, что именно такие люди построили бы самую свободную страну на свете. Вон, даже Европейский суд по правам человека признал, что до 2012 года, то есть до ухода Саакашвили из власти в грузинских тюрьмах, заключенные систематически подвергались пыткам. Европейский суд, наверное, просто пропутинский, ну или и Ванишвили их подкупил. Потому что Миша не может быть в чем-то неправ, за ним не может быть грехов и ошибок, а кто с этим не согласен, тот враг. И еще любит Путина. И вот человек, вернувшись в страну, сев в тюрьму и уже на практике поняв, что у него реально нет высокого процента поддержки, ибо никаких революций в связи с его арестом не произошло, сначала объявил голодовку, а потом начал говорить, что находится при смерти. Переболев уже всеми болезнями в мире, однако получив отказ от того же Европейского суда в лечении за рубежом, умирать он вроде как уже перестал. Это тоже важный момент. В лечении за рубежом отказал Европейский суд, не контролируемый Бедзина и Ванишвили грузинский суд, а Европейский суд по правам человека. Ошибки и грехи Михаила Саакашвили никак не уменьшают его заслуг в построении грузинского государства и реформировании страны. Однако, именно эти ошибки привели к тому, что он потерял власть. Вот только принять факт того, что его время ушло, Саакашвили не смог и не оставлял навязчивого желания снова возглавить Грузию. Он даже решился на возвращение, которое, однако, оказалось огромной ошибкой и политическим провалом. Конечно, печально, когда человек, который когда-то считался одним из наиболее эффективных мировых реформаторов, сейчас находится в заключении, будучи никому не нужным. Как и то, что человек, являвшийся, пожалуй, самым прогрессивным постсоветским политиком, скатился до уровня дешевого, убогого популизма, ксенофобских и шевинистических лозунгов и заигрывания с маргинальным низкоинтеллектуальным электораком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok